Подключаем к нашей беседе Владислава Селезнева, военный журналист, экс-спикер генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах и не только. Владислав, здравствуйте. Владислав, приветствуем вас. Приветствую, слава Украине. Героям слава. Владислав, ну возникает резонный вопрос. Как же так произошло, что к обсуждению этого вопроса, ну, наверное, одного из важных вопросов, которые касаются непосредственно безопасности нашего государства, пришли только в конце предыдущего месяца? На самом деле история дивна, потому как денонсация всех межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией к этому треку нужно было приобрести еще в 2014 году. Потому что ничем не обоснованная российская военная агрессия, гибридная война, которую развязала путинская Россия еще в феврале 2014 года в отношении суверенной Украины, оно должно было послужить тем фактором, который должен был полностью закрыть все варианты коммуникации с Российской Федерацией, за исключением лишь трека ведения боевых действий. Очевидно, что врага необходимо гнать с территории нашей земли, и единственный эффективный способ, с учетом того, что Российская Федерация абсолютно не договороспособное государство, это трек военного воздействия на вооруженную силу Российской Федерации, на Российскую Федерацию в целом. Но, тем не менее, то, что случилось в марте сего года, лучше позже, чем никогда, и, безусловно, это очень важный аспект, который в перспективе нам поможет более эффективно реализовать очень важный кейс мероприятий. Так называемые стабилизационные действия, они начнутся сразу же после освобождения Крыма и Севастополя от российских оккупантов. И там начнется работа по многим направлениям. Наши саперы будут разминировать территории, и наши специалисты будут оценивать ущерб, причиненный российской оккупацией. А я могу предположить, что россияне во время бегства с территории Крыма разграбят все, что только можно будет разграбить на территории Крыма и Севастополя. Соответственно, будет проводиться работа по местным коллаборантам в рамках правового поля Украины. Тут я уверен, что отработает этот кейс наши правоохранительные органы на достаточно высоком уровне. И в пределах, и в рамках норм украинского законодательства. То есть я не думаю, что будет голословное наказание всех и вся. Но каждый получит послугу за свои деяния или бездеятельность. Это логично, я считаю это справедливо. И вновь, я также отсылаясь к сюжету, который только что мы смотрели, очевидно, что Украина остается демократическим и правовым государством, и это абсолютно рационально и правильно действовать в нормах закона. Владислав, как вы считаете, что быстрее произойдет, юридически расторгнут договор или физически уничтожат Черноморский флот Российской Федерации? Я думаю, остатки Российско-Черноморского флота с целью его сбережения российская же команда примет решение о передисликации. Помните тот самый сланг? Мы принимаем непростые решения, сообразно той ситуации, которая сложилась на поле боя. Думаю, таким же образом будут действовать российские военные моряки. Не впервые им бежать за пределы Крыма. История, современная история или история каких-то 200-300 летней давности имеет немало примеров, когда и российский Черноморский флот был затоплен у входа в бухту, в Севастопольскую бухту, либо же его остатки бежали, спасаясь от наступления соответствующих сил. Поэтому я думаю, что какая-то часть флота будет уничтожена. Я уверен, что как только украинские артиллеристы и ракетчики выйдут на побережье Азовского моря, у нас появится техническая возможность реализовывать такой план в части уничтожения военных кораблей Черноморского флота Российской Федерации. Какая-то часть будет прятаться в бухтах вблизи Новороссийской Туапсе, ну а какая-то часть превратится в тот самый металлолом или будущий объект для исследования дайверами. Эту миссию уже на себе взял и возглавил флагман Черноморского флота Российской Федерации, ракетный гвардейский крейсер «Москва». Попытался вспомнить все его регалии. Владислав, на самом деле мы понимаем, что эти регалии хорошо известны, потому что до 2014 года, до оккупации Крыма, вы служили в Крыму, возглавляли Крымский медиа-центр, Министерство обороны. Если я правильно понимаю, какие-то контакты не только у вас, а вообще у украинских военных могли быть с российскими моряками? Можете вспомнить вот те ощущения, которые были тогда? И сказать, могли ли вы тогда предположить, что спустя 8-9 лет российские военные, российские корабли будут наносить ракетные удары по территории Украины, так как они делают это все на протяжении последнего года? Безусловно, тогда это и в голове даже не могло возникнуть, такие мысли. Да, безусловно, мы с россиянами сталкивались и во время совместных учений, и их проводилось немалое количество в течение всего учебного года. Были совместные мероприятия, связанные с совместными парадами, с участием в разного рода торжествах. В Севастополе это достаточно часто происходило. То есть коммуникация происходила и на бытовом уровне, мы общались и с семьями, и дружили, и какие-то коммуникации были внеслужебные. И то, что случилось в феврале 2014 года, иначе как нож в спину не назовешь. Да, у нас были определенные трения в 2008 году, когда корабли Черноморского флота Российской Федерации, в том числе и тот самый упомянутый нами крейсер «Москва», принимал участие в агрессии российской армии против суверенной Грузии. Ну, как-то так со временем сошло на нет. Но, опять же, я повторюсь, то, что случилось в феврале 2014 года, оно в тот момент, лично для меня, оно совершенно исключило из восприятия следующую фразу. Слово «российский офицер» имеет вес. Слово «российский офицер» — это значит понятие чести, достоинства и порядочности. Ни одно из этих утверждений не имеет ничего общего с тем, что на самом деле себя представляют российские офицеры. Владислав, скажите, пожалуйста, какую реальную угрозу на сегодняшний день российский Черноморский флот представляет для нашего государства? В его нынешнем состоянии, я имею в виду Черноморский флот. Коллеги, тут я предлагаю все-таки недооценивать его боевые возможности. В настоящее время в акватории Черного моря находятся несколько ракетоносителей, носителей ракет морского базирования класса «Калибр». Его разрушающее воздействие этих ракет мы все знаем и почувствовали на себе неоднократно. Наиболее яркий пример — это нанесение ракетно-морского базирования класса «Калибр» ракетного уже удара по территории абсолютно мирной тыловой Винницы, в результате которой погибли мирные жители, дети. Это страшная трагедия, которая, собственно говоря, была реализована моряками Черноморского флота Российской Федерации. Безусловно, иные составляющие Черноморского флота Российской Федерации, в том числе береговые, ракетные войска, береговые, части береговой, обороны, морская пехота, что, безусловно, они являются достаточно серьезным компонентом составляющих Черноморского флота Российской Федерации, но и поток гробов, который постоянно идет в Крым с южных районов Херсонской области, свидетельствует о том, что и хворенных морпехов Черноморского флота Российской Федерации наши артиллеристы били, бьют и далее будут бить, уничтожать. Помним о том, что 90%, фактически 90% российских потерь в живой силе — это результат эффективной работы украинских артиллеристов. Спасибо вам, Владислав. Владислав Селезнев, военный журналист, экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, был на прямой связи с телеканалом Freedom. Благодарим.